здравствуйте всем добрый вечер дорогие друзья рада вас приветствовать на в игре для меня это очень большая всегда радость что я могу поделиться с вами тем что сама узнаю и с одной стороны и с другой стороны также меня это стимулирует тоже не не запускать иногда очень важные вещи и и узнавать тоже много чего нового потому что все время что-то узнаешь новое это очень прекрасный процесс когда ты можешь узнавать что-то и к тому же еще делиться с другими людьми я вот сейчас вижу что постепенно вы уже сюда приходите у вас становится больше и больше я очень рада что вы здесь лидия сергей добрый вечер шалом всем мне очень приятно что вы сегодня здесь и надеюсь что вы сегодня почерплете для себя много интересного и может быть сможете использовать своей жизни то что узнали так тоже это очень важно сегодня я буду продолжать рассказы рассказы великого раввимейра баланеза который является великим мудрецом и чудотворцем и его имя баланеск приводится как чудотворец вот расскажу его еще еще две басни и расскажу о том как как каким интересным образом он ушел из этого мира тоже очень интересно прошлый раз я начала рассказывать басню про койота и лису и у меня не было уже больше времени рассказать дальше и вот сегодня я продолжу всех вас приветствую наталья зоя олег добрый всем речи вечер лариса я вижу много имен которые то есть вижу вас каждый каждый вторник очень рада что вы вновь присоединяетесь и слушайте мои лекции для тех кто меня не знает меня зовут науми или виктория кондрашкина я являюсь персонально персональным и бизнес коучем и информации обо мне есть в средствах вот этих информативных фейсбук и инстаграм ну вот продолжим рави мере баланезе он учил о том что когда человек рождается маленький младенчик только приходит на свет его кулачки вот так вот сжаты и это сравнивается с тем как будто человек хочет завоевать и весь мир то есть в течение его жизни он хочет этот мир завоевать и покорить себе а когда человек уходит из же этой жизни рука его открыто руки его открыто и потому что он ничего не может собой взять даже если бы и хотел взять к сожалению ничего взять он не может и в виде с этим рав мир рассказывает такую такую басню кстати хотела вам сказать еще по поводу басин вот я раньше говорила о том что наши мудрецы великие праведники цадиким они были совершенными коучами все эти знания которые сейчас владеет коучинг они все пришли от наших мудрецов и один раз разговаривая с очень религиозным человеком для него было очень сложно понять каким образом мудрец может быть коучем коуч это просто звучит современно но здесь дело является в том в чем как говорится является вот этот вот ядро в том что принципы коучинга как это все строится это это вот это то что было раскрыто потом впоследствии в течение истории вот басня как так как объяснял рави мейер это является в коучинге мы используем такой пример как метафора и аналогия для чего для того чтобы человек мог лучше увидеть и может быть то что незаметно попытаться объяснить какой-то сложный концепт более простым языком и просто посмотреть на на одну и ту же ситуацию просто с другой стороны и глубже ее понять и вот для того чтобы глубже понять вот эти вот концепты торы раф мейер рассказывал басни и вот по поводу того как человека рождается и как человек уходит басня называется лиса им виноградник шел как-то лис по дороге и увидел прекрасный виноградник но виноградник был огорожен очень плотно и очень плотным забором и вот как лис не искал как он мог бы туда забраться в этот виноградник чтобы покушать свежего вкусного такого привлекательного сочного винограда он ничего не нашел нашел только небольшое такое отверстие которое он как не пытался но никак у него не получалось туда залезть потому что он был толстоват для того чтобы туда пролезть ну и думал думал лис и придумал думает посижу-ка я три дня поголодаю похудею и залезу туда в эту дырку уже потом пролезу и наемся винограда от от полного вообще до полного удовольствия так и сделал подождал три дня похудел ничего не евши и в конце концов смог забраться в эту дырку пробраться в виноградник и до 2 наелся винограда наслаждался и ел свое удовольствие наелся и когда захотел выйти что получилось что в дырку он опять пролезть не смог потому что он опять потолстел ну и какой выход у него был опять три дня ничего не есть не есть виноград и подождать пока это похудеет чтобы выйти и вот когда в итоге по прошествии трех дней когда он уже похудел он вылез уже из виноградника из этого тогда он сел рядом с этим забором смотрел на этот виноградник и рассуждал а их виноградник виноградник разговаривал с ним какой ты прекрасный на вид какие у тебя фрукты твои виноградины такие аппетитные сочные вкусные ты достоин того чтобы тобой восхищались но какой мне толк вообще и какая мне выгода от того что ты вот такой вот хороший здесь я тебя ничего не могу иметь потому что чего ничего нет то что я съел я потом и похудел а в экклесиасте там написано что мы выходим из ну из чрева своей матери голой ноги и человек возвращается туда так же как вино возвращается таким же голом ничего собой не может унести и вот этот вот виноградник в этой басне он представляет как раз саму жизнь что такое сама жизнь смотрите интересно как вот этой басне то есть мы выходим из чрева нашей матери через отверстие определенное и когда мы уходим из этой жизни мы тоже уходим через отверстие делаю дырку в земле вот поэтому вот такая была приведена аналогия еще очень интересно медрошах написано что это судьба мира когда ты оставляешь приходишь в этот мир раздеты ты также уходишь раздеты и когда ты приходишь в этот мир ты кричишь ты плачешь и когда ты уходишь из этого мира ты тоже может быть если не плачешь то очень горько на душе и также еще один аспект очень важный когда ты приходишь в этот мир ты окружен любовью и нежностью и когда ты уходишь из этого мира ты также окружен ну если не нежностью то во всяком случае состраданием и какими-то чувствами такие такими связаны как связаны как раз как с не знаю с нежностью и с сожалению вот такая глубокая мудрость такой коротенькой и смешной казалось бы истории следующая басня хочу вам рассказать называется лис и лев идет как-то раз лис по лесу и вдруг встречает голодного совершенно разъяренного льва этот лев как только увидел лиса обрадовался естественно потому что он его захотел съесть и уже приготовился на него напасть как лис ему говорит говорит постой постой царь зверей ты вообще такой могущественный и вообще это ниже просто твоего достоинства съесть такого вообще замухрышку можно сказать такого тоненького лиса в котором вообще мясо это практически нет это тебя не достойно ты достойно большего давай мы пойдем ты пойди со мной и я тебя приведу я знаю здесь неподалеку есть толстый огромный человек которого съешь ты и тогда действительно это будет достойно тебя льва царя зверей ты наешься и будешь мне благодарен ну лев согласился ему очень понравилась эта идея и вот они пошли по дорожке и пришли в итоге колодцу который был закрыт деревом деревянный такой этот досками и рядом с колодцем в тени дерева стоял толстый большой мужчина человек который отдыхал в тени от тяжелой работы которую он делал лев конечно ужасно обрадовался а мужчина когда увидел льва с лисицей ужасно испугался и стал вслух молиться ко всевышнему чтобы тот его спас и так он искренне стал молиться что лев на минуту опешил и встал и говорит что я не могу напасть лису говорит я не могу не могу напасть на этого человека потому что он молится ко всевышнему и сейчас всевышний услышать его молитвы его будет защищать а значит меня накажет а я не хочу быть наказанным на что лис его успокоил ты говорит спокойно к тебе это совершенно не относится потому что бог наказывает не самого грешника а наказывает внуков в третьем поколении да ну вот тогда это очень понравилось он прыгнул на этого прыгает на этого мужчину но к сожалению немножко не рассчитал свой прыжок и бах и и проваливается в этот колодец и когда он провалился в колодец все он понял что здесь ему конечно пришел конец и вот он там рычал расстроена лис вскакивает на на край колодца и начинает со львом беседу тот лев конечно рычал разъяренный обиженный говорит как же ты меня обманул как тебе не стыдно я теперь здесь вот помру от голоду и ты меня вообще без 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 ты же врун так меня низко обманул на что лис ему говорит нет говорит я тебя не обманул как же не обманул ты же мне сказал что внуки платят они 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 сам грешник платят да говорит я тебе сказал правду оно так и есть потому что ты как раз и являешься тем внуком который должен заплатить то есть когда тебя это не касалось когда ты думал о том что это еще не сейчас будет наказание ты был совсем согласен а когда вот это касалось именно твоей шкуры тогда уже все все получается по-другому значит вот какая то же глубокая глубокая мудрость но с чем ее здесь связал рави мейер здесь такое есть тоже высказывание вторе наверное вы многие знаете что родители едят вина едят не с не созрелый фрукт а у детей или а у детей на на зубах остается оскомина вот это как раз вот в связи с этой с это с этим высказыванием была рассказана вот такая басня чтобы ее можно было глубже глубже понять вот и рави мейер завещал чтобы его похоронили в израильской земле в израиле потому что к своей смерти к моменту своей смерти он находился в малой азии и когда к сожалению когда он умирал уходил из жизни потому что цедика он никогда не умирает мы знаем он был совершенно один рядом с ним не было ни учеников не его семьи никого либо рядом было ему 120 лет на тот момент когда он уходил из жизни и никто не знал о том что он умер он же был один но те мудрецы которые находились в израиле по своим каналам у них мы знаем всех у них свои каналы они поняли почувствовали что умер великий мудрец равимир баланес и они послали сообщение в еврейскую общину ирака вот в малой азии как раз на территории современного ирака это происходило они послали сообщение чтобы он пришли туда нашли нашли равимейра и сделали так как он хочет равимир в письме которое он оставил он написал о том что он хочет чтобы он был похоронен в израиле и хочет чтобы он приплыл по морю то есть он просил чтобы его положили тело положили в гроб и бросили в море потому что он объяснял что израильская земля является источником семи океанов и вот именно вот это место где находился малая азия вот в тот в тот момент в том районе где находился равимир она как раз принадлежала именно тому 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 течению которого привело к израильской земле потому что равимир хотел чтобы его могилу омывали волны как раз море израиля который землю подождите запуталась чтобы волны омывающие землю израиля они омывали и камни его могилы вот это было его желание ну так и сделали гроб положили бросили в море и он сам собой приплыл и мудрецы похоронили равимейра баланеза в тиберии с рядом с этим с озером кенерит его еще называют иногда морем кенерит и я не знаю если вы знаете что раньше в израиле очень часто были большие землетрясения и вот в 1837 году например было очень большое известное землетрясение которое буквально поразило город сфат и превратил его в руины в развалины там сотни домов были разрушены и превратились просто в обломки и вот подобное землетрясение было в 1337 году как раз она затрагивала вот почему я сейчас говорю о нем но что это затрагивает как раз вот место сохранения равимейра баланеза то есть в севере израиля в 1337 году было огромное землетрясение которое оставило под обломками под развалинами могилу равимейра баланеза и никто не мог уже потом узнать где конкретно вообще находится находится его могила и и уже когда прошло уже прошли годы после того как произошло это землетрясение один раз один пастушок пастух пас своих овец вот на на одном очень хорошем поле он ушел в одно поле как раз вот в эти районы северные к тому времени начинали переселяться люди потому что там были очень хорошие вот эти вот пазбище для животных была очень сочная хорошая трава после землетрясения там никто не жил и вот образовались хорошие пастбище люди стали туда переселяться и вот пришел пастух с садом овец и пока овечки пошли паслись пастух заснул и во сне к нему приходит старец с белой бородой который сказал место на котором ты сидишь вот сейчас спишь оно не пустое здесь находится моя могила ты ты как раз на ней лежишь тут же пастух проснулся и скорее побежал искать раввинов чтобы рассказать ему вот эту новость а вот этому сне который он получил рассказал но на раввины конечно они были очень удивлены и почему такому человеку который никто обыкновенный пастух да который себя ничего не представляет как же так что к нему пришел пришел такой великий праведник и сообщил ему о месте своего захоронения вот потому что месте захоронения его никто не знал знал это мог объяснить и мог узнать это великий аризаль великий цадик аризаль про который может быть тоже дальнейшем будет буду рассказывать вести свои лекции и вот только аризал он мог бы знать конкретно где захоронен цадик но он оставил такие как сказать а отгадки что он сказал что там должны быть на месте захоронения рави мейра в аланеса должны быть две огромные колонны каменные ну и раввины взяли специалистов пошли на то место и когда они стали так продырявливать землю они увидели действительно нашли там было ясно что там вот этот вот камень они наткнулись на вот эти две две колонны упавшие которые уже упали во время землетрясения но это была великая радость и что еще интересно на могиле рави мейра баланеса его похоронили стоя его захоронили стоя то есть это было тоже его желание чтобы он стоя был похоронен вообще это запрещено в иудаизме хоронить стоя человека но он был необыкновенным человек это было его желание и для чего ему нужно было это для того во первых штамма рави мейер сказал что таким образом я буду охранять поколение живущие вот в это время и последующие пахать поколение от различных неприятностей и плохих событий которые могли бы с ними произойти это первое и второе он предпочитал быть на ногах когда придет машеях для того чтобы его встретить и дать ему так сказать добро первое добро пожаловать поэтому он захоронен стоя и то есть радость была великая нашли вот это могилу в конце концов ранимире баланеса и были собраны 50 крепких мужчин которые начали расчистку вот этого места чтобы привести в порядок чтобы можно было посещать эту могилу и соединяться с великим цадиком и здесь тоже произошло еще одно огромное огромное чудо что эти конечно это была очень тяжелая работа расчищать камни и к тому же вот эти вот две две колонны они были очень очень тяжелыми и вот эти 50 здоровых мужчин работали целый день в поте лица но смогли с к сожалению только поднять только одну колонну и уже концу дня когда уже все уже просто изнемогали от усталости они решили ну что делать тогда отдохнем и на следующий день колонну и вдруг раздался огромный шум грохот треск что невольно люди испугались и подумали что опять началось какое-то землетрясение хотя уже на тот момент землетрясение не происходило и приготовились бежать но тут стало понятно что при землетрясении трясется земля а здесь земля не тряслась то есть это был просто огромный шум и что произошло почему происходил этот шум потому что сама вторая вот это вот колонна она сама собой поднялась и встала параллельно вот с первой чтобы завершить вот эту работу и чтобы понимать что это не бред какой-то не сказки кто-то какие-то рассказал пять мудрецов написали документ под которым они подписались что действительно вот это событие оно имело место быть вторая колонна нас она стала сама собой ну и уже в конце концов к 1800 в 1867 году было завершены все все была совершена там раньше еще была построена конструкция но в 1867 году была уже закончена та конструкция которая сейчас над могилой равимейра которую можно посетить и надеюсь визра ташем что в скором времени все мы с вами сможем поехать на могилу великого равимейра и посетить его лично я например очень хочу потому что я ни разу еще там на его могиле не было вот дорогие мои друзья сегодня я закончу свои лекции про великого мудреца чудотворца равимейра волонеза если вы хотите соединиться с его заслугами вы можете поставить свечу дать садака дать три монеты или какое-то небольшое пожертвование поставить свечу дома и попросить его сказать три раза бог равимейра услышь меня и попросить или бог равимейра волонеза ответь мне и попросить то что вы хотите обычно просят найти потерю или например если есть какие-то проблемы со здоровьем кстати хотела вас попросить дорогие друзья моя подруга сейчас испытывает очень сложный период она заболела но будем надеяться что это выздоровление происходит на испытывают очень сильные более последствия этих болей я хотела вас пожалуйста попросить чтобы вы все молились за нее ее зовут ольга бат светлана прошу вас вот сейчас здесь 37 человек если вы помолитесь за ее здоровье то будет конечно скорейшее выздоровление визратошем и если еще люди которые в записи это посмотрят помолятся то тогда вообще у нас можно сможет побежать полное здоровье сил ну надеюсь что следующий вторник я с вами опять увижусь и начну рассказ о другом великом цедике который я как раз начинаю готовить уже готовить уже следующей моей лекции всего вам доброго доброго вечера доброго завершения дня всех благословений и будете надеяться что в следующей неделе мы с вами опять сможем увидеться до свидания